Девушки отдыхают Вот и верь после этого рекламе Ладно, будем будить проверенным способом Ну, Макс, ну, малыш, ну давай, сдавай Нет, 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 нет Приснился мой любимый сон Какой, какой? Я заплетаю косички нашей маленькой дочери Нашей дочери? Ну, Макс, мы с тобой даже не женаты Нет, ну, если дело только в этом, мы это исправим Правильно Люблю тебя И тебя Спасибо Отлично Давай Все хорошо Ты должен на это взглянуть Спасибо Нам придется уже от расхода по шестому проекту Ладно, только не на материалах Иначе это все не имеет смысла Привет Привет Показывай Завтракайте, да? А я всю ночь не спал Дим, показывай Алиап О, хорошо Дим, ну, ты ж можешь, когда хочешь Отлично Мне тоже нравится Просто я Ребят, я не понимаю, зачем костюм, зачем вся эта срочность Проект тростепенный Да, но Близится день, что славу нам подарит О, Боже И звон фанфар разбудит сонный мир Ребят, я вас очень прошу, давайте без метафоры, ладно? Макс Сегодня Шеф лично приедет для того, чтобы проверить проект Пять часов Зачем? Так, кто из нас хочет стать полноценным партнером? Я или ты? Я А ты хочешь, чтобы это было быстрее? Конечно Я об этом позаботилась Потому что я люблю тебя А я тебя Нет, это правильный ответ Максим Александрович, я не сомневаюсь в вас Давайте закругляться с презентацией Да-да-да Так вот Фундамент основного здания ленточного типа Заложение очень глубокое В общем, у нас получился железобетонный монолит нового поколения Вот что, железобетонный монолит нового поколения одобряю Так же, как и твой костюмчик Ну что ж, следите за модой, Максим Александрович Спасибо Поквально Котенок, а тебе нравится? Еще бы Да, еще у нас новое балочное перекрытие Максим Александрович, мы так просто заехали для того, чтобы поинтересоваться Все ли у вас в порядке по проекту Или, может быть, мне надо будет отложить горные лыжи? Как отложить? Это же последний снег сезона Не волнуйтесь, можете смело ехать Семен Александрович, проект в полном порядке И ваше присутствие необязательно Ну вот, это и хотелось услышать Ну что, котик, мы можем ехать Ах да Чуть не забыл Сегодня вечером в нашем бизнес-клубе пройдет благотворительный аукцион в поддержку детдомов города Вот здесь как раз пригласительные А костюмчик, правда, хорош Можем ехать, котенок Всем удачи, да До свидания До свидания Бинго Бинго Ну да Представляю вам следующий лот под номером 13 Это замечательная картина Масло Зая, а кто это такой импозантный сидит рядом с этой рыжей бестией? Прикалываешься? Это Макс Паверинов, вице-президент ТТС Правда? Красавица Поверь, он об этом знает Максим Александрович А вы до сих пор в вице-президентах ходите? Или Карминов сподобился сделать вам предложение стать своим партнером? Он уже думает об этом 40 тысяч Ну, если вдруг Карминов так и не созреет со своим предложением, приходите ко мне Я быстрее выполняю свои обязательства 45! Второй ряд, мужчина слева от меня 50! Шикарное предложение! 50 тысяч! Очаровательная девушка в центре передо мной 50 тысяч раз Слушай, ты не хочешь отсюда сбежать? Угу Я уже думал, ты не предложишь 50 тысяч два Буквально несколько мгновений картина будет продана 50 тысяч 3 Продано Итак, девушке прямо передо мной уходит замечательная картина под названием «Дитя» «Дитя» Помоги А может, все-таки останешься? Макс, ну не говори ерундой Ты как ребенок маленький, каждый раз одно и то же Ну, вообще-то, ребенка нам очень не хватает Так, ты знаешь, что завтра приедут заказчики, ей нужно очень хорошо подготовиться Ну да Ну все Да останется До завтра Я сама закрою, у меня есть ключи Кто? Он кому-тоый primo Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро, Максим Александрович! Здравствуйте! Ой, доброе утро! Ребята, доброе утро! Доброе утро, Максим Александрович! А, Наташа… Кофе будете? Нет, спасибо. Я ваше любимое печенье купила. Тогда буду. Привет! Что? Боже, какая женщина! Ты только сейчас заметил? Да нет, конечно. Просто держи это тебе. Просто она такая красивая, такая умная. У нее вкус есть, кстати, а не то, что у тебя… Да, добавь еще светлая голова и генератор идей, и будет полный комплект. Да, понимаешь прямо вообще. Мы семь лет вместе. Угу. Я как бы это все время рядом бегаю, или ты забыл? Не забыл, конечно. Просто… Ну да. Семь лет это срок. Подожди-ка, я не понял. Тебе что, Тамара намекнула, что пора, мол, пора на свадьбу? Нет. В том-то и дело. Она как-то совсем не давит. Ну так что ты? Живи и радуйся. Ну не требует девушка кольцо на палец. Ну и отлично. Где ты такую найдешь? Я не хочу никого искать. Просто… Понимаешь, каждая женщина абсолютно, я уверен, мечтает о кольце, свадьбе, платье, о всех этих делах. И Тамара не исключение. Ты одурел? Ты сейчас серьезно говоришь? Дим, ты еще застыл? Так… Ну так, поехали, давай. Не проснулся еще? Давай-давай, поможешь мне в одном важном деле. Давай. Здравствуйте. 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 Самые дорогие кольца нам, пожалуйста, покажите. Подождите, ничего не показывайте. Показывайте. Хорошо. Такие дела просто так не делаются. Ты одурел? А как делаются, знаток? Вот, господа. Можно подумать. Я думаю, это то, что вам нужно. Что и нравится. И вообще, давай ты сначала просто подумаешь перед тем, как принимать решение. Я уже понял. Хочу вот это. Ты хоть размер пальца ее знаешь? Угу. Шестнадцать. Шестнадцать с половиной. А это… Это как раз шестнадцать с половиной. Это кольцо ждало вас. Судьба. Угу. Как видите, этот проект соответствует всем вашим требованиям и пожеланиям. И точные характеристики мы также учли. Да-да, я вижу. Мне нравится. Мне тоже. Однако вопрос сроков. И мы не предполагали, что это будет так масштабно. Масштаб здания напрямую зависит от масштабов компании заказчика. Это наше основное правило. А по поводу сроков совершенно не волнуйтесь, потому что мы всегда держим свое слово. Да. Отлично. Тогда давайте перейдем к фасаду. Дима. Эстетическая ценность данной конструкции… Прошу прощения. Максим Александрович, извините. Мы еще обратили внимание… Номер звонящего абонента внесен у вас в неотложный список. Это плавная линия сверху. Как видите, она… Простите, продолжайте я сейчас. Да. Алло. Максим, это Ирина Ивановна звонит. Прости, что беспокою. Лариса умерла. Похороны сегодня. Максим Александрович. Что? Нет, чтоあっчим! Говори. Максим, Максим, малыш, ну куда ты пропал? Ты в своем уме? Том, я не пропал. Я все объясню, когда вернусь. Вернешься? А откуда? У нас же заказчики, или ты забыл? Не беда. Мы основное все сделали. А с деталями сами справились. Так, а… Все, Том, я не могу говорить. За рулем. Все объясню, когда вернусь. Пока. Наташа, а ты что-то понимаешь? Нет. Вы в порядке? Руки убрал. Не вставайте, лежите. Простите. Отвали. Простите, я вас не заметил. Я очень спешил. Ага. Дядя, я тоже опаздываю. Давайте я вас подвезу. Ага. Так и поехала. Сама доеду. Нет, правда, я вас подвезу. Куда скажете? Сама доеду. Слушай, садись в машину. Садись, я тебя не обижу. Да садись, садись. Козел. Ходить можешь? Ёлая Павловна. Петрович, Петрович, пошли. Ага, иду. Ай, хорош, да? Полдня ждем, блин. Наконец-то. Рома. 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 Рома, давай, вытаскивай нас! Бегом! В другой раз заработаешь! Давай, Петрович, ну! Ну, мальчики, резче! Ну вот, заработаем! Хорошо зарабатываете! А у вас по-другому? Петрович, ну, не так... Живее, Рома! Мама! О, какой букет! Это где, Женька, цветищи такие раздобыла? Мама! Мамочка! Держи! Тихо, тихо! Смотри, кто пришел! А ну, иди сюда, красавец! Леша, Леша, Леша! Я тебя прошу, не начинай! Ты с каких судов приперся, блин? Погоди, как померла тогда! Гляди, блин! Леша! Это кто такой? Что происходит? Это Максим Поверинов. Лариска – покойница. Любовь его первая. А он ее. Тихо, какая у них любовь была Вика. И что? И что? Он в армию ушел. Лариска не дождалась его. За Лешку замуж выскочила. Да как же так? Да что ты, Господи, как же так? А что? У Алешки – отец – председатель, машина. А у Максима – что у него было? Тьфу! Мышь под печкой, и мать как раз перед армией померла. Ой, он вернулся из своей ВНВ и тут же прочь из деревни. Утром приехал. В обед поминай, как звали. С Лариской. Так и не увиделся. С того дня я не появлялся здесь. Вот она, какая жизнь. Лешка на коне был. А Максим – гол, как сокол. А теперь, видишь, как оно? Все наоборот. Лешка все пропил, все, что мог. А Максим – известный архитектор, бизнесмен. Здравствуйте. Здравствуй, Максим. Ирина Ивановна, спасибо, что позвонили. Ой, да какое уж тут спасибо. Да, и за то, что за могилой матери ухаживали. Спасибо, да не мне. Лариса за могилкой твоей мамы присматривала. Да и за домом вашим тоже. Так что остановиться и езди. Я оставаться не буду, ехать нужно. И вообще зря, наверное, приехал. Ну, как хочешь. Но если решишь переночевать, домой иди. Ну, как бы там ни было, там твое все. Спрашиваю, что делается? Вон она, вон она стоит. Проходим-ка. Все розы в теплице срезала. Я ей кричу, стой, а она и ухом не ведет. На велик прыг и тю-тю. Нужно потише, здесь похороны. А мне что? А кто за розы платить будет? Арестовывай ее. Аркадий Львович, пожалуйста, давайте немножко потише. Нет, ну а мне что? Ну за розы кто будет? Или пусть платит, или в тюрьму. Так, я заплачу. Сколько? Вика, перестань. Ты что, миллионерша? Аркадий Львович, давайте отойдем с вами. Куда, куда? Куда, куда ты идешь? Я за розы заплачу. Успокойтесь, пожалуйста. Всего доброго. Бабушка, это он? Да, милая, он. А я сейчас сделаю так, что ты меня запомнишь. Девочки, посмотрите, машина какая. Заблудился, что ли? Жаль, что дорогу не спросил. Я бы ему показала. Я не meats, да, не знаю. Я неoman. Я не могу. Я не понял. Кстати, машина. Хей-хей-хей-хей-хей-хей-хей-хей-хей-хей-хей. Заблудился. Что ли? Уйдите. Я не могу. Что ли? Я не могу. Ты не могу. Я не могу. Максим, ты? С приезда на тебя. С приезда. Здравствуйте, дядя Сережа? Да. Здрасьте. Ну хорошо, пойду. Здрасьте. 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 Максим. 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 Ну что стоим? Слышь, хозяин, гостей принимай. Здравствуй, Максим. Привет. А ты чё, на поминках у Лариски не был? И правильно сделал, что не был. Мало на кладбище с Лёшкой было. Правильно сделал, что не ходил. Ну, как там в столицах-то, а? Так, вот это открытие, тупо. Ну, давай, наливай, наливай. Да нормально. А вы тут как? А то же не жалуемся. Хлеб есть, хлебушка имеется. Живём? Где мы живём? Ты чё, издеваешься? Живёт он. Так по мобильному позвонить нельзя. На водокачку лезть приходится. Живёт он. Да ладно тебе. Нормально всё у нас. Детей растим, футбол по телеку. Нормально. А ты, Максим, молодец. Ну, слушай. Действительно, Максим, ты молодец, что не вернулся в это болото. Я тебе завидую. Давайте, наверное, лучше за Ларису выпьем. помню! Фу-фу-фу. Му... Во-ру-фу! Фу-фу! Фу-фу-фу... Фу-фу-фу! Фу-фу-у-фу-фу! Фу-фу-фа! Прости меня. Прости меня, Максимушка. Христа ради, прости. Вы что, Анна Игорьевна, дай ее прекратить. Вы что? Прости. Прекратите. Вы что? Прости. Максимушка, я очень виновата перед тобой. Перед тобой и доченькой моей. Не получала. Ларисонька, писем твоих, что ты из армии писал. Не получала. Я ведь на почте до сих пор начальником, а кому как не начальнику, с письмами всякие каверзы учинять рвала. Я твои письма, понимаешь, рвала. И ее к тебе не отправляла. Врала, что не думаешь ты о ней, другую завел. А она ждала, писем нет. Я сговорилась с Лешкиным отцом, председателем он тогда был. Уговорила я ее, дура. Понимаешь, какая я дура. Я думала, что рассветет моя доченька за пазухой. У председателева сына. Ай, трех лет не прошло, как он запил. Кулаки пошли. Не пришлось их забрать с доченькой домой. Вот с тех пор мы и ютились в бабьем царстве. Прости меня. Подождите. Подождите. Что значит забрали? Они что, вместе только три года прожили? Да. А почему ж вы мне не сказали? Вы куда там? Сам же знаешь, гордая какая. Ни за что бы не стала рассказывать. После всего того, что было. Из-за гордости своей воды. Что ж вы наделали? Она ж умерла, думая, что я мог. Я… Я мать. Слышишь ты? Я мать. Я счастья хотела своей дочке. Счастья и добра. Слышишь ты? А что, олигарх? Машинку ищешь, да? А ты пойди на мертвом поле посмотри. Козёл. Правда, дядя же смотрится красивее на пробитых колёсах? Нравится? Это ты сделала? Да, я. Зачем? Да потому что ты козёл. Здорово. Здорово, Макс. А чего вчера не заехал? Дел по горло. Я ж единственный участковый на весь район. Да ладно. Вот так. А тебе колёса Женька пробила? Ага. Это же Лариса, она дочка. Заявление писать собираешься? Зачем? Ну и слава Богу. Ей и так досталось. Не, ну девчонка, конечно, за ноза хулиганит, но в принципе нормальная. Не знаю, тебе виднее. Слушай, а Лариса от чего умерла? Пневмония. У нас в больничке аппаратура древняя, диагноз поставили не вовремя. Девчонка молодая, врач, ещё вчерашняя студентка, так что, винить особо некого. Да я винить никого не собираюсь. Ну и правильно. А мёртвое поле наше так бананами и не засею. Бананами. Это мы с тобой придурки, только мечтали здесь банановые пальмы посадить. Да. Помнишь? Да. Ну что с твоими колёсами делать будем? Ой, Андрюх, что с ними делать, их менять? Ладно, могу тебе их снять. На моей машине отвезём на шиномонтаж и обратно. Ирина Ивановна! Ирины Ивановны здесь нет и не будет до вечера. Простите, я… Вы Максим Александрович, господин известный архитектор. Вы это хотели сказать? Вообще-то я хотел сказать, что я ключ пришёл вернуть. Давайте я передам. А вы, простите, кто? Я Виктория, школьный учитель. Что преподаёте? Всё понемногу. У нас не бывает по-другому. Ну да, ничего не изменилось. Парты те же, что и… А? Что? Неважно. Просто у вас всё по-старому. Доска, пол, стены. Да. Да. Даже огнетушитель тот же. Да, время остановилось. Вот мне тоже иногда кажется, что она здесь и вправду остановилась. А это кто нарисовал? В смысле? В прямом. Чьи работы? Ну, наших учеников. Наших талантливых учеников. А чё ж вы-то тут держите? Не знаю, сделайте там выставку интерактивную в интернете. Пусть смотрят. Вы издеваетесь сейчас? У нас нет ни интернета, ни компьютеров. Да ладно, до сих пор. А как же вы детей учите, Виктория? А как же вы, Максим, закончили точно такую же школу и при этом ещё в институт поступили? Знаете, можно сидеть за старой партой и при этом тянуться к знаниям. Можно жить без интернета и получать духовную ценность. Ну, понятно. А вы их продаёте? Я бы купил. Знаете, прошу вас на выход. Да-да-да, на выход. Спасибо. Пожалуйста. Ну, слава богу, мы уже и не знали, что думать. Том, прости, что раньше не позвонил. Связи не было. Ну, слава богу, мы уже и не знали, что думать. Всё нормально, родная. Со мной всё в порядке. Просто, думаю, мне придётся ещё немного задержаться. Да, и вот ещё. Попроси, чтобы кто-нибудь из нашего техотдела набрал меня. Вот прямо сейчас. Да-да, конечно. Спасибо. Пока. Смотри, как быстро антенну починили. Эти, как их установщики, говорят, что теперь мобилки их везде брать будут. А ещё интернет будет. Наверное, поверье нам не поскупился. Всё готово. Спасибо, Андрей Васильевич. Обращайтесь, Максим Александрович. Автограф поставьте, пожалуйста. Да, конечно. Рады были посадовутничать. Да, теперь звони, когда захочешь. Да, понимаешь, вот тут один богатенький вышку починил. Так что теперь можем постоянно разговаривать. Видимо, денег ему девать некуда. Иди сюда. Хорошая, на. Здравствуйте. Здравствуйте. Что это такое? Здравствуйте. Э! Здравствуйте. Блокотетель. Лёш, иди проспись. Сам в армию сбежал. Лариску пузатую оставил. На весь свет опозорил. Я тоже дурак. Знал, что с пузо моё беру. Думал, ничего. Дерека вырастет. Привык-то. Не привык. Не смог. Какая девка? Женя? Убью-то. Убью-то! Да иди сюда, Лёша! Угомонись! Мы же друзьями были. Как ты мог от меня дочку скрывать? Лёша, ты успокоился? Да убью я тебя. Убью я тебя! Ты понял! Убью! Лёша! Да ты угомонись! А то я тебя на пятнадцать суток! Да пошёл ты! Лёша, не балуйся. Я тебя предупредил. Здрасте. Вот, вы обронили там. Держите. А что здесь происходит? Что? Вот что у вас здесь происходит? Вы как, вроде бы нормальный человек, объясните. Я пытаюсь людям добро делать. А вы как думали, вы сейчас купите кучу компьютеров, установите вышку с мобильной связью, интернет, и все сразу вас полюбят, и всё изменится, да? Нет. Я просто пытаюсь сделать их жизнь немножечко лучше, потому что могу. А вам не приходило в голову, что их жизнь могут изменить не только деньги? На что? Что? Ну, всё просто. Я не знаю, как это объяснить человеку, нужен смысл жизни. Да вы что? Эмоции, любовь. А где ж её взять-то на всех? Любовь. А на всех не надо. Да ладно. Идём-выйдем. Поговорим. Спасибо. Очень-очень дельный совет. Виктория… Пожалуйста, обращайтесь. Игоревна. Угу. Я Лёшку до утра придержу, так спокойней будет. А ты, Макс, ехал бы отсюда. Не родной ты здесь. Никому не родной, дружище. Угу. 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 Всё. Угу. 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 Жень, давай собирайся, а поедешь со мной в город. Жить. Ты офигел, дядя? Никуда я с тобой не поеду. Я тебе не дядя, а отец. Да знаю я. Что значит знаю? А то и значит знаю. Вся деревня вон знает, и я знаю. Какая разница, дядя? Никуда я с тобой не поеду. Блин, Женька, ты что, больная? Нет, ну ты реально больная. Тебя отсюда свалить предлагают, а ты не хочешь. Рома, он мне никто. Да пофиг, кто он. Главное, что дядька-то богатый. Он и нас с тобой богачами сделает. Чё ж? Блин, это ж фарт. Такой шанс раз в жизни выпадает. Ну, слушай, а мы с тобой, как только тебе шестнадцать исполнится, тут же поженимся. Ты серьезно? Да, ты же меня любишь? Да, люблю. Ну вот. Заживем, как люди. Знаешь, а я тоже в столицу поеду. Честно? Да. Так что ты давай, поезжай со своим папашей-олигархом, а там прикинем. А что прикинем? Ну, на месте, разберемся. Да? Угу. Уезжай. Уезжай с папой. Уезжай, внучка. Тебе здесь больше делать нечего. Уезжай. 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 Субтитры создавал DimaTorzok